Да, значит, здрасте, друзья, у нас опять какая-то накладка. У нас тут бегает щенок и перекусывает все кабели. Вот такое ощущение, что от двух камер кабеля он перекусил. Подкупленный ФСБ. Нет, он просто по глупости. К сожалению, по глупости очень много совершается всяких вещей. Значит, что у нас в партии? Значит, вопросы, которые постоянно задают, что, почему, зачем. У нас есть план работы. В соответствии с этим планом 25-27 апреля мы подаем документы в Министерство юстиции на регистрацию. Об этом было сказано на съезде, это было сказано до съезда, после съезда. Мы сейчас активно работаем. Много разного рода накладок. Значит, поменялся руководитель регионального отделения в Новосибирске. Меняются документы. В том же Новосибирске один из членов стал руководителем, член регионального отделения Новосибирска, стал руководителем регионального отделения где-то там еще. Меняем документы. С Тулой, вот начали сейчас переговоры, значит, возникнет, видимо, региональное отделение. Очень важные два события нас ожидают с Валерией Ильиничной. Мы с ней отправляемся на встречу с нашими сторонниками в Волгоград 13 апреля. Подожди. То есть, извините, не в Волгоград, а во Владимир. Я понимаю, это рядышком. Нет, это не рядышком. Просто, когда занимаешься там 60 региональными отделениями одновременно, можно и обновлечь. А в Волгограде у нас есть отделение? Да, у нас есть Волгоградское региональное отделение. Во Владимире, 13 апреля, мы будем вдвоем, гостиница «Заря» с 4 часов, встреча, там же сформируем региональное отделение, 14 апреля, Ярославль. А значит, у нас на аккаунтах есть точное название этого центра, там улица Некрасова, 39, я помню. Там мы выступаем вдвоем, а это Ярославль. В общем, все идет хорошо, все нормально. Есть накладки, все время они есть. По-моему, с Башкирией, там что-то такое с документами, возвращаем, получаем. С Татарстаном какие-то накладки, еще где-то. О, даже Татарстан? Да, у нас. У нас, и не только у нас. По-моему, демократов никогда не было региональных отделений в Татарстане. Нет, нет, Татарстан очень продвинутый сейчас регион. Значит, вот по количеству инвестиций в регион, по степени развитости бизнеса, Татарстан очень продвинутый. Так что, у нас там все хорошо. У нас 64 точки, с которыми мы работаем. Из этих 64 точек, как только у нас 48 региональных отделений наберется, так сказать, все документы. Вот в этот момент мы можем подавать в Министерство юстиции. До 15 апреля можно пополнять количеством членов и менять, соответственно, протокол и список регионального отделения. А после 15 апреля уже делать этого нельзя, уже нужны окончательные документы. Ну и просто мы все формируем. Вот, работаем с Рязанью. У нас там тоже какие-то накладки. Хочу уговорить Валерию Ильиничну съездить в Рязань. Очень тоже продвинутый город. Туда ездит скоростной поезд. Вот, я там был, там открывался какой-то памятник, мета был режиссер. Надеюсь, не Батыю. Нет, не знаю, не помню. Честно говоря, уже... Памятник разорению Рязани Батыя. Уже не помню, что. Там были артисты, что-то мы там открывали, какой-то памятник. Не помню. Значит, идет работа, все хорошо. Не прошу никого не расслабляться. Значит, у нас есть проблемы. Есть проблемы с московским региональным отделением. Мы приняли решение, что в Москве мы, чтобы не утруждать другие регионы вот этим списочным составом, мы соберем 200 членов, вот, ну, около того уже есть. Нам нужно всего по документам, вот в этой пачке документов должно быть 600-650, может быть, членов. Такая минимакс-задача тоже. Это в Москве? Да. В Москве 650 членов? Нет, всего. Нам нужно, чтобы было в документах. Понимаешь, тут задача такая. Если слишком много будет документов, то это будет огромная пачка. В ней разбираться мы можем запутаться. Если недостаточно, то нас не зарегистрируют. И вот между минимумом и максимумом... Наберем 20 тысяч человек и пусть путаются себе. Нет, Лерочка, эти 20 тысяч нам придется все оформлять. По каждому члену требуется целый пакет документов. Это заявление, это личная карточка, это... Ну, там много чего. Делать сейчас сразу на всех там две тысячи членов, это просто тяжело. Тяжелая работа. Сейчас работают две девочки. Не так, как перед съездом. Не зашиваются, не говорят о том, что они собираются покончить жизнь самоубийством. Так было. Вот. Но работа тяжелая. Работы много. Работаем. Так. Что... В Москве довольно много симпатичных пушистых хомяков. И мы можем не только 200 набрать, но и две тысячи можем набрать. Сразу после регистрации. Когда нам не... Нам нужны буржуазные элементы. Нам не будет необходимости на каждого делать пакет документов. Тогда нам достаточно будет с каждого человека собрать просто заявление и все. А что касается Тулы, то там вводились правые ИДВР там был, ИСПС там был, если не вымерли. Вот сейчас инициатор регионального отделения, издатель... Сегодня я с ним говорил, издатель журнала. Значит, будем с ним вместе сотрудничать. С партии закончили. Значит, Маргарет Тэтчер. Значит, выскажешься, пока закрой дверь, а то ты оставила ее открытой. Да. Как сказала Куджава. Не закрывайте, там, ради Бога, дверь. Не закрывайте вашу дверь. Пусть будет дверь открыта. И мы в прямом смысле слова оставили дверь открытой в надежде, что те, кто еще не вступил в западный выбор, стоят там на лестничной площадке, ловятся в квартиру. Вот мы для них оставили открытой дверь. Пусть подходят. Лерочка, я тебя оставил, чтобы ты продолжала. Я минуту молчания провожу в память о Маргаре Тэтчер. Я только что разместил на Эхе пост, он коротенький, о том, как Анатолий Александрович Собчак организовал встречу. Я с ней познакомился. Мы долго-много интересно говорили о том, что происходит в России, как происходит. И ее отношение к этому было не просто любопытством. Такое ощущение было, что она чувствует ответственность за то, что здесь происходит. И в конце поста у меня очень язвительно получилось, что во время встречи Владимир, помощник Собчака, очень милейший Владимир, подавал нам чай, сладости. И последняя фраза в посте, значит, что в тот раз чай подавали без половины. Да, знать бы наперед. Да. Не вали далеко. Да, да. Мешок, несколько камушек. Отсени ее, пожалуйста. Насколько ты помнишь этот ее визит, когда ее журналисты советские, почему-то это транслировалось, почему-то ей дали возможность говорить, и эти советские журналисты пытались ее унизить, доказывали ей, что вот у нас все бесплатно, а у них там все за деньги. На что она очень остроумно тогда сказала, что бесплатно бывает только сыр в мышеловке. Помнишь? Да, тогда была Горбачевская эпоха, много кто ездил, там много кто выступал, эфир давали. Ну, Маргарет Тэтчер была одним из столпов правого либерализма. Второй столб был Рональд Рейган. И, к сожалению, мы лишились обоих. И это очень плохо, потому что правые вымирают люди, смеющие публично, откровенно высказывать правые убеждения. Маргарет Тэтчер, которая ничуть не стыдилась того, что она разнесла там в клочья возомнившие о себе профсоюзы, которые добоставались до того, что в Южной Англии стали старики от холода умирать, которые добились того, что поезда перестали ходить по расписанию, то есть развалили всю экономику, она это так на кулак намотала. Шантаж левых, это все правильно, когда слишком расслабляется государство, что происходит, там предельный случай, это Советский Союз. Иняшка очень порадовалась, когда она посетила воду Немцова в Нижнем, зашла в магазин, посмотрела, какие там есть продукты, вздохнула с облегчением. Ей очень понравилось, как он ведет дело, и тогда он действительно замечательно вел свои дела. Ему не приходило в голову референдумы проводить о том, хоронить Ленина или нет. И странно, что Англия, я не имею в виду палату лордов, но именно интеллектуалы, которые должны были на руках носить Маргарет Тэтчер, они не были ей благодарны. Я никогда не забуду, как кто-то приезжал с BBC, когда у нас еще здесь BBC работало, в начале ельцинских времен. Приезжали с того большого английского BBC и брать интервью. И обронили, что вот после правления Маргарет Тэтчер у нас все в Англии плохо, все думают о том, как бы денег заработать, понимаешь? Никто не гоняет по улице, но не ждет, чтобы его накормили доброходными даяниями. А все поняли, что надо самому брать и зарабатывать деньги. Я думаю, что если бы Маргарет Тэтчер оставалась у руля, к сожалению, избиратели, столь же неблагодарные, как интеллектуалы, этого не сделали. Устали, Лерочка, это... Не знаю, я от нее не устал бы никогда. Маятник, маятник, приходит маятник, который заставляет приходить дарителей после созидателей. Слишком, кажется, жесткая эта политика, слишком, слишком твердый лидер. В девяностом году от нее просто устали, рейтинг был очень низкий. Избиратели устали. Нормальный процесс. Избиратели. Можно подумать, что это они работали, а не Маргарет Тэтчер. Избиратели устали. Я думаю, что если бы они не устали, не возникла бы и ситуация сегодняшняя, когда, как выяснилось, что та молодежь, которая поджигала в Лондоне и в Манчестере все, это действительно массовые беспорядки, а не то, что у нас, выяснилось, журналисты для себя выяснили с ужасом, что они вообще-то не работают, а получают социальную квартиру, получают социальное питание. И вот в благодарность социуму они еще ходят, что-то поджигают. Ничего нельзя давать бесплатно. Если бы они работали, у них не было бы досуга что-нибудь поджигать, и у них были бы другие вещи. Это очень прощальный взгляд на вещи, Леночка. Люди должны зарабатывать себе на жизнь. Маргарет Тэтчер это знала совершенно твердо, что ничего нельзя давать даром. И ее позиция по Фолклендским островам понятна. Непонятна позиция Аргентины, которая не спросила даже у населения этих островов, куда они хотят относиться. Те же самые проблемы. Это все, так сказать, от взрывов домов в Москве, это все генетически происходит от одного. От желания быть популярным, остаться у власти. Самый простой способ. Национализм. Любой призыв, который консолидирует граждан вокруг сильного лидера, обещающего вот сейчас здесь кого-то наказать, у кого-то что-то отнять, всем раздать. Все. Грузия. То же самое. Шанглия населена англичанами. Там очень трудно разгуляться национализму. Разве что если на шотландцах сыграть или на ирландцах, которые давно уже отмеживались. Ну, в Великобритании есть проблемы, я уж не говорю об ирландцах и шотландцах, есть проблемы с индусами, есть проблемы. Вот. Связаны. Тем не менее, они умеют их разрешать цивилизованным путем. И кто-то из известных политиков сказал, что британских, что это степень развитости общества. Разрешать, казалось бы, неразрешимые проблемы. Когда общество должно отказать себе в простых решениях. Это нормально. Ну, знаешь, единственное, с чем я не могу согласиться, это с тем, что она ждала, пока не умер десятый политзаключенный из группы Роберта Сенса, чтобы дать им этот статус. Статус, конечно, им принадлежал. Они были не узниками совести, но типичными политзаключенными. Что пришлось вот такой ценой выбивать, это нехорошо. Но с другой стороны, по крайней мере, давали умереть. А у нас еще искусственное питание применяли. Да. Ты говоришь о советском опыте. Да. Я говорю, что там людям была предоставлена полная возможность, если они хотят, умереть с голода. Но после смерти десятого узника такой статус был им предоставлен ирландским сепаратистам. Ну, в общем, куда отделяться, когда та самая Ирландия, которая независима, приняла решение никогда не вмешиваться в дела Северной Ирландии. И они не только не хотят ее к себе присоединять, они даже слышать об этом не хотят. Ну, там проблема сложнее. Там не проблема присоединения к... Да куда податься? В Ирландии. Проблемы, тем не менее, решаются, и многое в это вложила там и Маргарет Дэнчо. Хорошо. У тебя есть какие-то темы, которые ты обязательно хотела бы сегодня обсудить? Вот я хочу сказать, что она отказывала Шотландии в праве на проведение референдума. Но Шотландия пусть не обижается, потому что она ничего не потеряла. Вот сейчас референдум будет, и заранее уже подсчитано, что никакой сессии не получится. Потому что слишком мало голосов за выход из состава Великобритании. А Уэльс даже не может набрать на проведение референдума голоса. То есть ничего не потеряли. Тем не менее, никого за это не сажают. Конечно. Проблема обсуждается. Очень все правильно происходит. Я хочу сказать, что титаны с западного берега, не реки Иордан, они уходят. И, к сожалению, их место в Европе и в США занимают левые. И это, конечно, уже эпоха не Гулливеров, а Лилипутов. Обама, хотя он хорошего, высокого роста, играет в баскетбол, но никак не смотрится на фоне Рональда Рейгана, у которого были убеждения. И нынешние английские лидеры тоже довольно плохо смотрятся на фоне Марка Рештетчер. Валерия Линирна вещает по радио Дэвидсон на Соединенные Штаты Америки. Очень популярна там. И сейчас, насколько я знаю, запросила визу. Какой визе не отказали? Для прочтения курса лекций в разных местах, для выступлений. Когда тебе откажут в визе? Ну, посмотрим, чего стоит приобави американская демократия 12-го числа. 12-го числа, мы узнаем. Это будет смешно, если Новодворскую не пустят в Соединенные Штаты, в Европу. Нашу Новодворскую в Европу. Хорошо. Что еще мы хотим обсудить, кроме того, что Гарик Каспаров подозревается в том, что собирается эмигрировать и вышел из солидарности? Вышел все-таки или не вышел? Ну, не знаю, Лерочка. Я читал сообщения, что вышел. Мне непонятно, где он вмещается из солидарности. Сообщения о том, что он эмигрирует, мигрирует. Потом сообщения о том, что не дождетесь. Потом сообщения, что все-таки уезжает, но не на совсем. Сообщения о выходе из солидарности. Давайте обсуждать это. Ну, видишь, мне просто не вполне понятно, потому что есть партия республиканская Парнас. Я так понимаю, что Парнас сделан из солидарности. Где улучшается солидарность, если у нас уже есть Парнас? Сейчас был съезд солидарности. Там было очень мало участников. Там раз в 10 меньше, чем на нашем съезде. Это не важно. Это не наши проблемы. Нет, ну, просто они уже выросли до партии. Зачем им нужно общественное движение? Солидарность? Не знаю. Тем более, что многие из тех, кто сейчас работает с партией «Западный выбор», активно или не очень активно сотрудничали с солидарностью. Не знаю. Что у нас еще? Какие проблемы? Ну, вот Навального собираются несчастного судить. Он как раз сегодня посетил нашу редакцию и написал очень хорошую колонку для Нью-Таймс. Он человек твердый, он никуда не собирается бежать. И, конечно, его очень жалко. Он совершенно ни в чем не виноват. Не каждый, кто собирается в президенты, является преступником. Это с точки зрения Путина. А ты не знаешь, Хинштейн собирался в президенты? Мне кажется, он сделал об этом заявление сразу после своих разоблачительных статей. Без разрешения, чтобы куда-то собрался Хинштейн, нет. То есть ты считаешь, что Навальный получил разрешение на президентство? Я совершенно уверена, что он ни у кого его не спрашивал. Навальный молод. Я думаю, что если он возьмет себе умных советников, то на здоровье. Если кто-нибудь из нас доживет на президентских выборах, пусть баллотируется. Не факт, что я буду голосовать за Навального. Ты уж меня прости, я что-нибудь правое выберу, если мы сколотимся на правого кандидата. Мне кажется, что это плохой признак, что один из лидеров русского марша, абсолютной креатуры Кремля, ДПНИ, которая была единственной политической силой, поддерживающей Навального в первый момент, мне кажется, это плохой признак, что участник, лидер русского марша заявляет о том, что он хочет баллотироваться. И у него появляются, не думаю, что президентские шансы, но шансы на ненулевые проценты на этих выборах. Шансы, боюсь, они настолько минимальны, что здесь скорее срок светит, чем президентская кафедра, или как она там называется, Малахитовый кабинет. Что-то давно уже светит, 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 пиарится, пиарится этот срок. И все никак не осветят. А что, мужик, а вот сейчас будет сон, не надо торопиться выделяем. В тот момент, когда им надо кого-то посадить, они это делают очень быстро и эффективно. Это же очень слабое доказательство, понимаешь, они будут иметь дурацкий вид, но не успел он ЮГОС создать, и каждый может создать ЮГОС. Слабое доказательство, и понятен результат, что это закончится ничем. Это может чем угодно закончиться. Но разговоров очень много. Разговоров о том, как недавно тут одна моя знакомая, вы ее вряд ли знаете, Валерия Новодворская, она говорит, бедный, бедный Навальный. Не нас собираются судить, мы обязаны ему помогать сейчас, сочувствовать, потому что судят его ни за что. Не за участие в русском марше, а за участие в болотном деле, по которому вообще виноватых нет, тем не менее 16 человек уже сидят. И дай ему Бог избежать и сумы, которую он уже складывает, и тюрьмы, потому что... И продолжать пиариться на этом имидже несчастного, осужденного ни за что, или осуждаемого, или подвергающегося попытке быть осужденным ни за что. Подписка о невыезде есть, во-первых. Во-вторых, дел как-то уже многовато. Ты не помнишь, сколько у тебя было подписок о невыезде? Помню, помню. Я не помню, что по этому поводу кто-то падал в обморок, и чтобы у тебя... Это была ездинская эпоха. Я понимаю, что у тебя президентский рейтинг рос, и... Ну, это он, возможно, из горя. После того, как бедный Ходорковский, тоже не готовый осуществлять президентские функции в стране, которая должна идти на Запад, обмолвился о том, что ребята из его лицея за него проголосуют, вот здесь-то его неприятности и начались. У нас даже мэры, мэр Архангельска, который послел заикнуться о том, что он будет участвовать в президентских выборах, сразу из мэров вылетел и в уголовное дело влетел. Путин душит все, что движется по направлению к Кремлю, даже если она не имеет никаких шансов дойти до этого самого Кремля. Поэтому мы должны всячески этому противодействовать. Понимаешь, я не в восторге от взглядов Навального, но я не думаю, что это крепкие взгляды. Я думаю, что он на русский марш больше не пойдет. Во всем виноватый... Ты нам обещала, что он больше не пойдет на русский марш и в прошлый раз. Он и не ходил больше. Он не ходил, а извини, Лерочка, когда человек не ходит, он говорит о том, что не пойду. А когда человек говорит, что, к сожалению, не могу пойти, потому что заболел, это значит, что пошел. Это значит, что кто-то научил его, что политик никогда не говорит правду. И если уж Борис Немцов про референдум насчет переселения ленинского тела разговаривает, то чего ж ты ждешь от молодого, неопытного Навального? Не интересен мне этот Навальный. Да, мне тоже был бы не интересен, если бы не собирались посадить на 10 лет. За лес спиленный еще в сталинские времена. Хинштейна тоже за что-то там судили, был суд, и ничего страшного. Хинштейн на антипутинские акции не ходил, так что его совсем по-другим параметрам собирались судить. Другая технология борьбы, Лерочка. Хорошо. У нас еще одна неприятность. Не у нас, конечно, у наших врагов, но так случилось исторически, что... Продолжение следует...